Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы сейчас за буквально 2-3 минутки быстренько обсудим то, что выпало в магазин. Я выскажу свое субъективное мнение и попрошу каждого из вас поделиться своим мнением по поводу товаров, которые сейчас появились в магазине. Скажу откровенно, я не буду покупать из того, что выложили сейчас на продажу, ничего. И сейчас объясню почему. Это же будет связано и в принципе с моим субъективным мнением, о котором я говорю. Итак, ребятки, смотрите, сейчас в магазине появилось 2 предложения. Одно предложение за 4 косаря голды можно купить обвес MG08, а второе предложение за 8500 можно взять себе объект 252U. Начну с предложения по обвесу. Дело в том, что обвес он предлагается еще и за баксы, то есть за реальные деньги. И честно говоря, я не совсем понимаю, чем... ну вот здесь не видно, потому что я сейчас через Wargaming Center зашел в игру. Но когда вы зайдете с телефона, либо зайдете со стима, вы увидите, что можно купить за реальное бабло. И если исходить из моей логики, сколько должен стоить 1 косарь золота, то мы приходим к тому, что 1 косарь золота при нормальных предложениях, допустим, каких-нибудь там акционных, будет вам стоить приблизительно, у меня сейчас личных предложений нет, но в районе 1 бакса за 1 тысячу. Можете посмотреть мое видео по поводу голды и поймете, на чем я основываю свою позицию. Так вот, у меня вопрос, а стоит ли отдавать? Ну, про реальные бабки я вообще не понимаю, почему не проще ли, точнее, купить 4 тысячи золота и потратить их на покупку обвеса. И то же самое касается объекта 252У. Не проще ли купить 8,5 тысяч голды, пускай за 9 долларов, чем покупать тот же самый набор за 17 баксов? То есть, ну, на чем основаны позиции магазина, я, честно говоря, не понимаю в отношении формирования конкретно ценника в реальных деньгах. Итак, возвращаемся к обвесу. Обвес за 4 тысячи. Я ради интереса вот просто кликнул на него и посмотрел, как он будет смотреться на танке. Ну, в общем, вот такая вот фигюлина будет торчать у вас на какую бы машину вы его не водрузили. Я, честно говоря, не совсем понимаю, действительно ли есть игроки, которые готовы отдать 4 тысячи голды только для того, чтобы в бою, ну, просто перед союзниками и противниками выпендриться красотулькой какой-то, торчащей сверху на вашей технике. За 4 тысячи вы можете взять себе, ну, не знаю, ребят, за 4 с половиной можно взять себе сушку 85 и итога второго. И, честно говоря, ну, кто бы там как ни хаял эти машинки, это в любом случае два танка, два танка, которые вы можете брать и периодически выезжать и получать хоть какое-то удовольствие от игры. За что отдавать 4 тысячи? То есть, по сути, стоимость двух танчиков, либо одного танчика там, какого-нибудь, я не знаю. Ну, вот, допустим, Т-28 Концепт, седьмой уровень, вы можете взять себе машину целую, еще и у вас 500 голды сдачи останется. Вы можете домазать себе там 2 тысячи наоборот и купить себе Супер Хеллкета, можете посмотреть обзоры на все эти танчики на моем канале, ссылочки будут. Короче, говорю к тому, что, честно говоря, продавать красотульку за стоимость танка, ну, по-моему, это бред. Если бы оно стоило хотя бы 500 голды, ну, я бы еще понял тех, кто любит красоту поставить на свою машину для того, чтобы выделяться из общей массы игроков. Окей, хорошо, ребят, но поставить себе на танк еще один танк, ну, по цене, я, честно говоря, не совсем догоняю. Напишите в комментариях, кто будет это покупать и кто считает, что 4 тысячи голды это нормальная цена для обвеса. Теперь идем к объекту 252У. Я, честно говоря, имею на него голду, я могу его купить, я могу его купить и сделать на него обзор, но я не хочу этого делать, потому что я для себя, в принципе, посмотрев на его технические характеристики, понимаю, что я возьму эту машину только ради обзора. Сейчас объясню, почему. Все очень просто, я смотрю всегда на орудие, мы не будем заценивать бронирование, оно здесь очень хорошее, вопросов нет, хотя есть места, которые пробиваются. Но давайте с вами поговорим о другом, давайте поговорим конкретно о его пушке. Начнем с того, что у него углы склонения вниз минус 6. Я ради интереса посмотрел на характеристики таких танков, как Акула, Лев и Т-2020, хотя Т-2020 я не считаю, ну, как бы имбовым танком, он далеко не имбовый, но что-то прикольное в нем есть. Итак, ребят, давайте посмотрим. При том, что у данного объекта минус 6, у Т-2020 тоже минус 6, у Льва минус 8, а у Акулы минус 10, вот здесь вы увидите, согласитесь, уже комфортнее. Идем дальше. Время перезарядки 14,8 секунды, практически 15 секунд вы будете перезаряжаться. Это при том, что Акула перезаряжается за 8 с копеечкой. Это при том, что Лев перезаряжается за 8 с половиной. Это при том, что даже тот же Т-2020 перезаряжается за 12 секунд. То есть, вот здесь, вот как минимум у вас будет на 3 секунды меньше, это если в случае Т-2020, а в случае Акулы и Льва вообще в 2 раза меньше. Что касается Альфы. Ну, ребят, Альфа, которая составляет 420, да, я согласен, это много. Но давайте будем говорить откровенно. 400 у Т-2020, всего лишь на 20 единиц меньше. У Льва и у Акулы 310. Да, согласен, это на сотню меньше Альфа. Но вы стреляете в 2 раза чаще. И значит, здесь вы сделали 1 выстрел на 420, в то время как на Акуле вы вполне спокойно сделаете 2 шота. И нанесете уже 600 единиц урона за то же самое время, пока эта машина, вот эта вот машина, она будет перезаряжаться. Идем дальше. Вот здесь вот вообще грустно. Урон в минуту 1700 единиц. О чем это, ребят? Это 8 уровень для тяжелого танка 1700 единиц ДПМа. Это в принципе ни о чем. Возвращаемся к Т-2020. У него 2 косаря, 2 косаря ДПМа. Ну, а если уже говорить про Льва, у него 2,180. А у Акулы вообще 2250. 2,250 и 1696. Ну, это небо и земля. Просто какой-то, блин, я не знаю. Взрыв мозга по цифрам. Ну, и вообще, идя вот сюда, вот, у меня грусть-то с каменя берет. Время сведения 7 секунд. 7,6 и 9 десятых. Это при том, что Т-2020 имеет 5 секунд. Это при том, что Лев имеет 3,7. А Акула имеет вообще 3,6. И при этом всем у него еще у этого танчика и разброс такой, что в принципе, ну, наверное, я с 200 метров, ну, не знаю, там, палкой попаду быстрее в ворону какую-нибудь летящую, чем с этого танка куда-нибудь нормально закину на дальнем расстоянии. Потому что разброс на 100 метров 0,422. Это при том, что у Т-2020 394, вы здесь увидите, что в принципе уже меньше. Пускай не существенно. Но если посмотреть на Акулу 330, а если посмотреть на Льва, то вообще 303. Ребят, вот после того, как я посмотрел на характеристики данного орудия, я понял для себя, что брать вот эту машину, какая бы она ни была бронированная. Пускай у нее 35 скорость максималка, но у Льва тоже 35 скорость максималка. Поэтому в принципе, ребят, но я вас очень сильно прошу, поделитесь, пожалуйста, своим мнением, кто считает, что за эту машину можно отдать 8,5 косых, при том, что за меньшие деньги Льва продавали за 5,5, и машина реально нормальная, классная. Да, пускай на сегодня уже не имба, но в конце концов, эта машина со 185% фарма. Если Акулу можно было купить за те же самые деньги, у меня есть обзор на Акулу, посмотрите у меня на канале, и вы поймете, что это за машина, что она реально разрывает рандом по сравнению с вот этим объектом. Я встречался с объектом на стороне его противника, я не могу сказать, что он у меня вызывал прям какой-то страх, трепет, я не знаю, хоть что-нибудь. Ну, танк, да и танк, честно говоря, какой-то ИС улучшенный, вот и все. И то улучшенный на сколько, в чем, в бронированности, ну окей, хорошо, будешь ты стоять как монолит, и будешь пытаться перезарядиться по 15 секунд каждый раз, для того, чтобы сделать один шот. Но, не знаю, у меня, честно говоря, разочарование абсолютное. Если бы эта машина стоила хотя бы тысяч шесть, ну пускай шесть с половиной, я бы еще задумался над тем, чтобы купить ее, ради того, чтобы сделать обзор и посмотреть, что это. Но навряд ли я буду ее катать. И, честно говоря, мне вот машинки, которые у меня находятся в ангаре из конкретно према восьмого уровня тяжелых танков, любой из них, мне кажется, гораздо приятнее. Давайте возьмем Т-34 ради интереса и посмотрим на его технические характеристики. Такой старик в игре, просто вообще, он седая борода у него до пола. И даже у этого старика, у которого борода до пола, которого, блин, уже никто катать не хочет, потому что про него забыли, а мне, честно говоря, нравится. Но, ребят, у него две тысячи, не тысяча шестьсот, не тысяча семьсот, две тысячи ДПМ. У него разброс 5,6. Ребят, 5,6 разброс, не 6,9. У него, в конце концов, углы склонения вниз минус 10. И альфа у него 400. То есть, если там у этого объекта альфа 420, то здесь всего лишь на 20 единиц меньше. Но только время перезарядки, ребят, посмотрите, 12 секунд, не 15. Разброс 0,32, а не 0,422 на сотню, на сотню больше. Короче говоря, ребят, я думаю, что моему эмоциональному состоянию есть хоть какое-то крайнее малостное объяснение. Это связано с тем, что, по-моему, это просто доилово на голду. Но я не знаю, честно говоря, кем надо быть для того, чтобы отдать за конкретно МГ-08 обвес 4 косаря. Ну, 8,5, может, найдутся любители техники советской, которые скажут, да нет, это нормальная тема, нормальная цена. Я себе взял или у меня он есть и танчик нормально катается. Ну, окей. Но все равно, честно говоря, показатели его технических характеристик, они настолько никакие, что просто капец. Может быть, цена связана с тем, что здесь есть у вас еще вот эти вот все бустеры, 30 дней према. Но, по-моему, ребят, если вам нужен прем, вы периодически получаете его из контейнеров. Если вам надо, там, я не знаю, те же самые бустеры, они тоже периодически выпадают за выполнение боевых задач. Или за то, что вы просто открываете контейнеры за рекламу. Ну, как-то так, короче говоря. Не знаю, я вот на вот это никогда не ведусь, меня интересует машина. А все остальное, это шелуха, которую просто вам дают в нагрузку. Это как прийти в магазин, купить торт и 10 конфет получить еще там в карман в подарок. Хотя вам эти конфеты-то, по большому счету, не сильно-то и весят в кармане. Короче говоря, это мое субъективное мнение по поводу того, что выставили на продажу. Если вы имеете противоположное мнение, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Мне это будет интересно. Это будет интересно тем, кто интересуется данным обвесом, ну и данным объектом. На данный момент у меня все по желтому шильдечку. Можете подписаться на мой канал в один клик. Я вам буду безумно благодарен за поддержку и развитие моего канала. Спасибо вам большое за просмотр. Жду вас на моих новых видео. Всех благ.